Земли вокруг Голубого озера поставлены на кадастровый учет, а это значит, что они под особой охраной Казани. Итоги подвели на расширенные коллеги управления Росреестра и кадастровые палаты республики, обсудили проблемные вопросы и наметили планы на этот год. Подробности в сюжете. 800 тысяч прав и сделок с недвижимостью только за один год зарегистрировали специалисты Республиканского управления Росреестра. Выявляют и немало нарушений, больше 11 тысяч. Чаще всего это строительство домов без разрешения. Мониторят и сельхоз земли. Их покупают, но по назначению не используют. Больше всего таких участков в пригороде Казани. Купили, ничего не делают, хотя это самая ценная земля. Нам главное не изъять, нам главное, чтобы эта земля работала. Остро стоит вопрос полноты сведений кадастров. В него должны вносить границы охранных и территориальных зон. В Татарстане 8,5 тысяч озер, 4 крупных и сотни маленьких рек. Однако в кадастре ни одной водоохранной зоны не обозначено. Не меньше проблемы с ценными неучтенными участками. В 2013-м ведомство разработало предложение о порядке межживания таких земель. За год на кадастровый учет поставили около сотни участков. В том числе и землю в районе Голубого озера. Все это было внесено в сведения о земельном участке, оплачущей площади 190,5 гектаров с присвоением ему кадастрового номера. И теперь никто не сможет сформировать участок в пределах этого объекта без согласования с исполкомом города Казани, так как границы защищены кадастром. Эту работу продолжат и впредь. В планах также развивать электронное взаимодействие с клиентами. В прошлом году это помогло не только сэкономить татарстанцам время, но и больше 150 миллионов рублей. Столько ушло бы на оплату госпошлин при запросе информации. Карина Насрудинова, Алексей Захватов, Вести Татарстан.